Так, ДДЗ, в математике упражнение 138. О, нашел, отлично, остается только списать. Макс, опять готовую домашку списываешь? От нее в голове ничего не появляется. Кать, зато благодаря им у меня в дневнике хорошие оценки иногда появляются. Ну все, пора школу бежать. Мам, я ушел! Макс, подожди, подожди! Форму-то забыл? Сегодня физкультура в бассейне. Еще одно замечание в дневник. Ну, Макс! Так, ребят, спасибо, что пришли пораньше. У нас у младших классов праздник осени. Нужно надуть много-много воздушных шариков. Вы мне поможете? Да без проблем, сложно что ли? А это место урока будет? Нет, конечно, это на перемене, пожелание. Хорошо, понадуваем. Обожаю воздушные шарики. Я уже один надул. И я. Молодцы, ребят, а я скоро подойду. Всем привет. Ого, а что за праздник? Хлопни в попой шарик. Ну-ка, 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 я сейчас попробую. Раз, два, три, четыре. Эй! Ха-ха! Какие крепкие! Макс, с ума сошел? Только попробуй лопнуть, это я его надувал. Лопнешь, надуешь пять, понял? Ой, да больно и надо было. А что, откуда праздник-то? Зачем шарики? Это что, на уроке что-то будет с ними связано? Прикольно. Да, пустая ты голова. Праздник сегодня осени у младших классов. Учительница попросила надуть несколько воздушных шариков, а точнее очень много. Так что садись и дуй. Мы уже устали тут. Вон сколько понадували. А-а-а, а я думал на оценку или еще как-то. А тут каким-то младшим классом. Ну ладно, надую. Я надул, смотрите, какой гигантский. Осталось его как-то завязать. Ну вот, легче простого. Так я не понял, а это что за двойка? Что, опять? Эх, ну себе хоть домашку сделай, может пятерку поставят. Ух ты, какие вы молодцы, столько шариков надули. Мне без вас было бы не справиться, спасибо вам большое. Учту, когда будет спорная на контрольной. Так, начнем. У нас урок литературы. Кто выучил стишок? Да нет, какой стишок-то еще? Я в домашке его не видел. Нужно посильнее спуститься под порту, чтобы меня не спросили. Рома, иди к доске, я знаю, что ты готов. А Макс будет следующий. Да нет, да не, Рома, Рома, рассказывай стих очень-очень медленно и очень-очень долго, чтобы урок закончился и меня не спросили. Макс, так ты вместо того, чтобы сейчас разговаривать, открыл бы учебник, да учил. Говорящий странник в молчаливом мире, вдаль полей принесший чуждую тоску. Молодец, Роман. Пять. Макс? Блин, Рома, ну просил же по-хорошему. Друг еще называется. Макс, если б я медленно рассказывал, я бы все слова забыл. Уж извини. Эм, Брюсов, В, Я. На сухой осине серая ворона. Так вот, на сухой осине серая ворона. Поле за оврагом, отдаленный лес. Подскажите дальше кто-нибудь, пожалуйста. Ну, Макс, так хорошо начал, давай, давай, рассказывай. Слушаем. Извините, пожалуйста, я вас отвлеку немножко. Я заберу воздушные шарики для актового зала. Да-да, конечно. Могу дать ребят, кто поможет донести. Я, я, я могу донести, пожалуйста, я могу. Так, мальчики, кроме Макса, а ты доноси до нас свои знания. Продолжай читать стихотворение. Ура, звонок, ура. Можно я на следующем уроке дорасскажу стихотворение, пожалуйста. А то там еще много осталось, всю перемену займу. Повезло тебе, Макс. Ладно, сейчас придет учитель физкультуры и заберет вас. Сегодня урок в бассейне, надеюсь, вы помните. А, нет, что? В каком бассейне? А, а кто это сказал? А у меня в расписании нету. Я взял спортивный костюм. Как я в нем купаться буду? Извини, пожалуйста, но в расписании есть пометка. Сегодня физкультура в бассейне. Есть перемена, можешь сбегать до дома. За шапочкой и плавками. До дома? Это как я сбегаю за 10 минут-то? Эх, неужели двойку поставят? Или замечания накалякают? Ну что, ребят, все на месте? Вперед в бассейн на физкультуру. Сегодня у нас будет скоростное плавание. Извините, пожалуйста. А я, я забыл. У меня не было пометки, что в бассейне. У меня обычный спортивный костюм. Что мне делать? Что тебе делать? Известно. Подать дневник для замечания. Учитель, у меня тоже нет формы для бассейна. В расписании что-то перепутали. Там не было пометки, что будет в бассейне. Еще одна. Но ведь кто-то взял с собой форму в бассейн. Они откуда-то узнали? Я тоже не знала, что в бассейне будет. Эй, кто вообще видел это объявление? Я тоже без формы. Ой, мачка, ты тут ранила. О, еще воздушные шарики остались. Воздушные шарики. А я в купальнике. Мне мама сказала, что будет физра в бассейне. Но я шапочку забыла. Точнее, нету такой шапочки, которая налезла бы на мою шевелюру. Можно я буду плавать тогда с волосами открытыми? Нет, шапочка обязательно. Кому потом захочется плавать в твоих волосах? Да и фильтры все забьются. Так, короче, я не буду долго с вами разговаривать. Я жду вас через 5 минут у бассейна в форме, одетая в шапках и готова сдавать мои нормативы. Иначе никаких замечаний, всем просто два и все. Ребят, что делать будем? А что тут сделаешь? Дневники понесли. Обидно. По физре и двойку получить. Да подождите, вы сразу нюни свои распустили. Сразу все такие грустные. Надо что-нибудь придумать. Вот у меня, например, есть идея с шапочкой. Ее можно сделать из обычного воздушного шарика. Будет такая же резиновая. Но вот с плавками что делать? Кто без плавок? А я вообще-то и без купальника. Так, вот это уже сложнее, ладно. Но я в принципе могу в шортах поплавать. У меня нет ни плавок, ни шапки. Пойду дневник ему отнесу, да и все. Че заморачиваться, все равно ничего не придумать. Ром, подожди, у нас есть 5 минут. Сейчас что-нибудь сделаем. Так, у кого есть ножницы, тащите сюда и собирайте все шарики. Макс, Макс, а что ты там делаешь? Слушай, а можешь мне помочь? Мне плавки и шапка нужна. Я, конечно, плохо верю, что это можно сделать из воздушного шара, но все же. Так, Рома, не ной. На, держи шапку, примеряй. Если тебе не подойдет, передавай дальше. Гигантское спасибо, Макс, она мне подошла. Но без плавок-то я купаться все равно ведь не могу. Иди, Рома, переодевайся. Будет немного смешно, но зато двойки не будет. Давай, меряй. Девочки, подходите за шапками. Блин, Макс, реально, как-то это, на купальник похоже. Эх, ну да ладно, чего не сделаешь, ради того, чтобы двойку не получить. Ром, просто не было больше шариков, а этот слишком широкий. И без лямок трусы бы у тебя слетели в бассейне. О, не, спасибо, лучше так, удержится. Макс, а ты сможешь как-то мне помочь? Мои волосы не влезут ни в одну шапочку. А уж тем более воздушный шарик. Ты не реви ты, для тебя я приготовил самый-самый большой шар. Он должен налезть на твою шевелюру. Вот так вот, как Макс помочь, так все в очередь. А как Максу помочь за стежком, так все рты позакрывали. Ого, ну верно и налезет. Спасибо большое, я всегда буду тебе подсказывать. Круто, ни одной волосинки не торчит. Нет, наконец-то физрук не будет ругаться. Спасибо, Макс. Максим, стесняюсь спросить, а мне для купальника можешь что-то придумать, а? Ну а как же, Машка, на, держи, самый модный купальник для тебя, оранжевенький. Спасибо большое, Макс. Купальник просто супер. Я правда не знаю, как мне его потом снять. Еле напялила. А с шапкой получится что-нибудь? О, и шапка подошла. Отлично. Так, кого я еще не одел сегодня? Макс, мне только шапка нужна. Есть что-нибудь? Да, вот, оранжевая еще осталась. Маловато, конечно, но попробуй натянуть. Спасибо, Макс. Она мне даже немного великовата. Да, ну у нас и класс. Макс, а ты сам-то как? Нас одел? А ты без всего остался, что ли? Да ну как это я себя без шапки-то оставлю? А плавки у меня есть. Сейчас переоденусь и бегом в бассейн. Ну что, погнали все? Вот физрук удивиться. Где это мы? Плавательную форму и шапочки взяли. Ого, Макс, какой у тебя крутой купальник. Не купальник, а купальный костюм. Впрочем, как и у Ромы, да? Ну что, погнали, ребят. Ага, успели. Пришли все-таки. Принесли дневники. Ой, точно, дневники-то. Дневники-то под пятерки забыли. В смысле под пятерки? Под двойки за отсутствие формы. Так, подождите. Не узнаю вас в костюмах и шапочках. Ничего себе быстрое, вы что, все до дома сбегали? Обалдеть, прикольно Ха, ну ладно, урок начали Посмотрим, кто на какую оценку наплавает Какие-то странные шапочки Хотя ладно, главное, что волосы в бассейн не попали На старт, внимание, начали! Ну мы тогда поплыли А вы, ребят, ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал Дренолка ТВ И смотрите новые, самые интересные серии Пока-пока! Не забывайте, друзья, подписываться на нас На Ротюб и на Яндекс Дзен На Ютубе 600 тысяч, а там по 100 человек Ну где вы все?